я не верю что я забираю полгода она провела в этом гараже полгода я ездил на городском транспорте научился хорошо бегать много ходил в походы и наконец-то я ее забираю все 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 здесь? Все здесь Ах И знаешь, что? Я изменил, наверное, полгода назад Я знаю, но это не оригинальный Это не оригинальный, а? И эта часть ОЕМ очень cheap Видите? Да Так что, это время Мы выберем хорошие ОЕМ Спасибо, господин Спасибо, господин Спасибо, господин После 5,000, я вернусь к вам И вы сделаете следующий служб? Я снова разговариваю Я снова разговариваю Но лучше, потому что все внутри ОЕМ все лежит Сколько лет Сколько лет, сколько зим Даже запах Я прям соскучился по этому запаху Билли сказал мне не сильно жать на газ Сейчас Ездить ближайшие 5,000 км в таком режиме щадящем Ну, то есть, разгоняться можно, быстро ехать можно, но не резко Я снова дома Я снова дома Как она едла прям Мне не хочется вообще прямо нажать на газ и улететь Ну, что ж, ребятки Это вот то ощущение, когда Возвращаешься К чему-то старому Доброму Знакомому И прям вот как в тапочке прямо обуваешь И ты в них И ты в них Она Она не мега пуляет Ну, почему? Потому что я как бы слушаюсь Билли Ну, вот как плавненько начинает набирать скорость И ты прям чувствуешь, что Вот то ускорение Она как бы растет, 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 растет И понимаешь, что уже 60, уже нужно тормозить Так что в городе В городе это кайф Итак, ребятки Я знаю ребят Под названием LSD Это Let's Start Detailing Уже больше года И За то время, когда я пока их знаю Они мне помогли советами Рекомендациями разных магазинов, мест В общем, вот такие пацаны Что я думаю Обратиться к ним И спросить Что они рекомендуют делать с внешкой Моего прекрасного автомобиля Ауди Ну и как бы Сколько они возьмут за Приведение моей машины Вот такой вид В общем, ребята из гаража LSD сказали, что помочь мне сейчас ничем не могут вообще С кузовом нужно решать вопрос Кардинально То есть Докрашивать вот те сколы, которые у меня есть Их много Докрашивать Ну а потом уже после докраски делать какую-то дитейлинг, полировку И какую-то защиту ЛЕКО С Вот С салоном То же самое У меня вот здесь на сиденье потертость Такая мерзкая, гадкая Мне говорят, что Тоже, чувак, извини, но Скорее всего тебе придется просто перешивать это сиденье Дали контакт чуваков, которые занимаются Перешивкой сидений В Гонконге Так что я к ним съезжу Узнаю, что почем Как вообще это делается Ну и как бы Важнее для меня сколько-то занимает времени Чем Хотя Я не спешу В общем Буду разбираться С вами советоваться Показывать Рассказывать Как у нас это обстоит Ну и А вы будете Наверное надо мной ржать И говорить Как же, Чисто Степан Это дорого Почему ты это делаешь Сделай сам Ребят, нет, сам не сделаю Я рукожоп Поэтому я нахожу людей Которые это сделают Хорошо, качественно Ну и надеюсь Что не очень дорого Ну что ж, ребятки Настал тот момент Когда я готов Рассказать Про Причины Почему я хочу Ездить на этом Прекрасном автомобиле Audi RS6 C6 2009 года Прошло полгода С того момента Когда Я отдал эту машину В ремонт Билли Он Восстановил Так сказать Двигатель Проблема была Небольшая Но она была Серьезной И в Рано или поздно Она превратилась В то же самое Что сделал Билли На ранней стадии Не Не вдавая Технические Тонкости Ремонт Вот этого Автомобиля Обошелся 139 Тысяч Гонконгских Доллар Для тех Кто смотрит Меня впервые Или уже забыл Я скажу Что купил я За 125 тысяч Гонконгских Долларов То есть В ремонт Уже вложено Больше чем В покупку Многие из вас Скажут Степан У тебя проблемы Либо с математикой Либо с кукушкой Ребятки Я с вами спорить Не буду Но Есть Несколько причин Почему я хочу Обладать Этим автомобилем В чем же Особенность Этого автомобиля Когда-то Лет 5 назад Я посмотрел Фильм Который Называется Джиро Дримс оф Суши Это фильм про Японского Шеф-повара Которого Есть ресторанчик В Токио И он владеет Этим ресторанчиком Давно И он вошел В книгу Рекордов Гиннесса Как самый частый Обладатель Мишелиновских звезд Сын Этого Джиро Мечтал быть Гонщиком Мечте его Пришлось Не сбыться Карьера гонщика И стать шеф-поваром Он сказал Но Я зато езжу на машине Которая может ехать 300 км в час Это скромная Фраза Скромного японца Который занимается Своим делом Но получается Уже Во втором поколении К чему это К тому что Вот эта Машина Может ехать 300 км в час Она не может ехать 300 км в час Сейчас По нескольким Причинам Техническим Да Ну и скорее всего Причина во мне Потому что Я не готов на нее Садиться Ехать 300 км в час Негде А во вторых Я не настолько Уверен В ее состоянии Чтобы постараться Это сделать Следующая Хорошая Штука Про эту машину Это то Что это Прежде всего Семейный автомобиль У меня есть Жена У меня есть дети У меня есть собака У меня есть крысы У меня есть дракон У меня есть родители В конце концов И у меня возможно еще появится змея Питон И все это семейство Помещается в этом автомобиле И чувствует себя комфортно Кайфово И в целом Как бы Нормально Поэтому Вторая штука Которую я хочу сделать С этим автомобилем Это привести Внешний вид В состояние Близкое К идеальному Ну и наконец Третья цель Которая связана С этим автомобилем Примерно в двух часах езды От моего дома Находится Трасса Класса Формулы 1 Называется она Зиг Джухай Интернешнл Серкит Я очень хорошо знаю Эту трассу Потому что Будучи молодым И дерзким Я приезжал туда На мотоцикле У меня там был 400 кубовый Honda CBR Потом Я его сменил на Yamaha R6 Мне кажется Я проехал Тысячи кругов По этой трассе В чем фишка? В том что Я могу сесть За руль этого автомобиля С семьей Поехать в Джухай Оставить семью В каком-нибудь парке развлечений Чтобы они там Радовались И наслаждались Своими развлечениями А сам Не выходя Из автомобиля Приехать на трассу Зажечь на ней Пару-тройку Пятерочку Кругов И вернуться И вот это Стоит Денег Сколько это стоит? Примерно 200 тысяч Американских Долларов Многие из вас Сейчас Скажут Степан А что ты нам Рассказываешь? Рассказываю вам следующее Смотрите Вот видите Здесь есть номер Вот этот Это Гонконгский номер Можно получить к нему Второй номер Китайский Который Позволяет Этому автомобилю Заезжать на территорию Китая В любое время Без ограничений Так вот Имея этот Китайский номер Я смогу В любой момент Ездить в Китай И кататься на трассе Я Очень Хочу Чтобы это Свершилось Но Даже если Сегодня Я возьму эти деньги Вытащу из кармана И заплачу За вторые номера То Я не смогу Заехать в Китай Потому что там карантин А сейчас Кроме карантина в Китае Из-за того что В Франции Гуандун все Не очень хорошо Карантин еще и в Гонконге Поэтому Это такие Очень Неблизкие Планы Неблизкие планы То есть это месяцы Возможно Год или более Многие из вас Писали в комментариях Степан Нафига ты купил эту тачку Когда я в телеграме Написал что Я ее забираю И озвучил что Ремонт стоил примерно 20 тысяч американских долларов Все Кто там Менее активно Участвует Сказали Слушай Нужно было купить Контрактный двигатель И откуда-нибудь Заменить И вообще Нафига ты это делаешь Отвечаю Ребят Автомобиль Который Называется Audi RS6 В новом кузове Новый Стоит 2 миллиона 900 гонконгских Долларов Это Практически Полмиллиона Американских Долларов Ребята Я не могу Назвать себя Представителем Более высшего Чем Средний Класс Гонконга Я такой Обычный Средний Класс Гонконга Я не могу Позволить Тачку За полмиллиона Долларов А все остальное Что может Ехать Похоже на Этот автомобиль Стоит намного Дороже Поэтому Даже С учетом того Что машина Стоило Двадцать тысяч долларов Я вложил Еще Двадцать тысяч долларов Это все равно Бюджетный Вариант Я не собираюсь На ней ездить Каждый День Из-за карантина Я бываю В офисе Один Максим два Раза в неделю И так же часто Я бываю в городе Я уже привык К тому что это можно делать На городском транспорте Вот это Тачка Для души Для кайфа Мне Офигетительная музыка Мне Билли Который Ремонтировал ее Чувак Первые пять тысяч километров Есть Прям плавненько И Плавненько Которое она делает Это впечатляет Это впечатляет По крайней мере Меня Ребята Спасибо вам Всем За то что смотрели Переживали Советовали Мне Что-нибудь По поводу этой машины Оставайтесь со мной Посмотрите До чего дойдет Эта тачка И Главное Главное Событие Которое связано С этой Машиной Я наконец-то За рулем Нерозового Японского Японского Маленького Автомобильчика Я себя чувствую Очень кайфово Поэтому Вас ждут Посещения Интересных мест Где гоняют Парни Вас ждут Интервью С парнями У которых Нормальные Тачки Поэтому Оставайтесь На канале И Порадуйтесь За меня Еще раз Пока Оставайтесь Оставайтесь Я Парни Ну Продолжение следует...